В администрации Северского района прошло еженедельное планерное совещание. Перед началом обсуждения вопросов повестки глава района Андрей Дорошевский вручил четверым студентам Краевого колледжа культуры свидетельство лауреата специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края. О подготовке водопроводно-канализационного хозяйства к весенне-летнему периоду 2024 года рассказала исполняющая обязанности начальника управления по координации работы ЖКХ Алина Серенко. Услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселений района осуществляют семь предприятий ЖКХ, но в ряде населенных пунктов такие специализированные организации отсутствуют. В Григорьевском, Калужском, Львовском, Михайловском сельских поселениях. Концессионные соглашения с новыми инвесторами не заключены, проекты концессионных соглашений не разрабатывались. В поселениях ведется работа по улучшению качества водоснабжения и в рамках госпрограмм, и за счет собственных средств. В Азовском поселении продолжается строительство магистрального водовода. Готовность объекта на сегодняшний день около 30%. Капитально отремонтирована артезианская скважина. В этом году отремонтируют еще одну. Также подана заявка для участия в федеральном проекте оздоровления водных объектов по объекту очистных сооружений сети канализации Станицы Азовской на 2029 год. В Афибском подана заявка на участие в госпрограмме по капитальному ремонту водопроводных сетей на ряде улиц. Срок реализации – 2026 год. В Афибском поселении заявка для участия в госпрограмме на выполнение капли морковской скважины, замена водопроводной башни на сумму 1 миллиона 643 тысячи. Реализация проекта – 2026 год. В Северском поселении минувшим летом капитально отремонтированы три скважины. На этот год запланированы еще две. По Черноморскому поселению ведутся проектно-изыскательные работы по объекту Крюковский водозабор стоимостью более 50 миллионов рублей. Сумма включена в госпрограмму. Срок реализации – 2024 год. Подробные доклады о текущем состоянии дел и планах на предстоящие периоды представили руководители организаций, поставляющих воду в поселениях района. На планерном совещании обсудили вопросы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Главы нескольких поселений требуют от газовиков устранить последствия работы по газификации. Количества щебня, которым засыпают свежие ямы и канавы, не хватает. Люди жалуются на испорченные дороги. КОНЕЦ